ну чё сучки заскучились я короче покатаемся на очень клевые тачки просто космос бомбезная не уверен что у меня записывают звук ну да хуй с ним главное что она такая клевая поехали дальше первый наверное за всю историю skyline седан который мне действительно нравится который выглядит очень круто в него вложено помимо огромного количества денег еще нереальное количество души наверно вся какая у него есть он все сюда вложил в будущем этот автомобиль ожидает по словам владельца как-то там сказал он переедет в огород и станет охеренной клумбой собственно как выглядит эта охеренная клумба у нас стоит обвес по кругу бля с одной рукой так неудобно мама сказала не материться нельзя ладно быстросъемный бампер стать нормальная тема очень удобно петелька еще и хер оторвешь и она у тебя не приварена в натуре обычно это петелька вкручатся но поскольку у нас жесткий корч на самом деле это овощной мотор здесь короче стоит 16 от девятки не валит нихера тем более колес стоят 18 чеки широченные сзади еще проставка просто три сантиметра проставочки карл это карт ладно вся морда пластиковая крылья капот бампер прям все за облегчение комфорт отсутствует напрочь его здесь нет вот этой тачки уже сколько ей не 20 лет и меньше 99 99 год ей 17 лет но выглядит она на самом деле очень круто намного круче чем многие новые автомобили если в звук будет сильно задувать сорян такая погода самая яркая что выделено это конечно расширение на жопе как оно было сделано поскольку владельца автомобиля руки растут прямо они не прямо сделал все сам зачем у отдельный респектоз как было сделано берется болгарка этот отодвигается кусочек который ты собственно здесь отрезал вставляется планочка все приваривается шпакса и чпав чпав покрасили все поехали кататься дверь стала значительно шире здесь видно ширину этого нароста прям покраски придираться глупо потому что автомобиль боевой и как бы сделан он был своими вот этими рук но его руками покрашен он был собственно теми же руками в тех же условиях где и было это все заварено поэтому какие-то мелкие косячки по лакокрасочного покрытия это норма так и должно быть здесь у нас просто дичайшие проставки вася чтобы ширину кузова компенсировать еще чтобы просто колеса ровно стояли прям бомбезно смотрится мне он прям очень нравится с нашими раз чудесными дорогами я если честно очень сильно удивлен в силу того что обвес еще целый они не расхерачены может они были расхерачены но починены но кстати да они были расхерачены и снова сделаны так что вот сейчас вот люди новая королла где-то царапнула рванула там со всех сторон и побежал в салон ее делать здесь все просто сломалась нахуй с ней поехали дальше потом починю молодец а что ты говоришь у тебя комфорта нет вижу тебя вон дефлекторы стоит ветровички все для комфорта все для удобства чтобы не задувало прелесть японских седанов сзади есть метелочка дворника не понимает столько но так задумано неповторимый дизайн очень жаль что его сейчас не так прям ярко выделяют на 3 4 мне кажется самое прикольное задние фонари просто не очень круто выглядят прям вот как надо на штатный бампер у нас еще навешана юбка стоит аннигиляторная пушка т9000 уничтожитель всего живого в радиусе просто не знаю пяти километров вокруг . достаточно низкая но все сделано для отсутствия комфорта и для возможности прям здорово закладывать бачком правда круто же выглядит стандартное явление всегда когда видишь тачку на которой можно валить боком отсутствие резины я человека понимаю наверно как никто другой потому что вопрос с резина у меня остается стабильно раз в неделю то одно сожрет то второе здесь кстати это пойдем здесь это тоже не исключение если можно было заднее подрулить короче удобнее показать там вот уже короче видно торчит корт поэтому в этом автомобиле давай в этом автомобиле у кого-то одна запаска докатка здесь все по бруталу пацанские тапки тоже но я бы не сказал что это резина прям намного круче не ну да я принес то что так думаю приезжаю обычно гриба цены дайте мне любую резину а вот пойдем аккумулятор переехал назад правильные провода прям нормальная сила а кузов ты нормально примотал минус вообще четко просто блять пацаны так сабвуфере мистере подступлены на кузов минус бросил и так сойдет ладно здесь короче блять залез да короче здесь видно как собственно производилась расширение кузова и дабы оно все по звезде не пошло и не покрылось херам ржавчиной его залили эти а мавилькой до жирненькая нормальная штука вот ну чуваки тачки 17 лет коррозии нет натуре я вот не вижу рыжиков даже вот нищие там вот сквозные дырки эти которые под болты есть через них все равно вода попадает но рыжий нету если посмотрим внимательно вот если ты сюда встанешь и посмотришь прямо на морду то давай поменять местами то увидишь дичайший вася минусовой развал сколько у тебя минус 45 до 4 градуса минус чтобы вы понимали вот я прямо стою то есть колесико прямо так выворот тоже переделал да конечно же это жди в корч блять как на нем не переделать выворот пока разгоняться не будем резина просто конченая вот поедем в овощном режиме в чем прикол прикрою окошко а кошка зуб автоматическая тот видели и так сойдет блять едешь как в боевом шаттле от ей богу это просто жесть ну блять мне так нравится прям что здесь можно сделать делаешь так короче от 0 до сотки ну поехали попробую и дальше сука едет но страшно короче прикол тачки не знаю за сколько это получилось сделать но сделал она это очень мгновенно минус заварки блять сука хер развернешься на узкой дороге в ней нет комфорта в ней блять вообще просто ну пиздец ну очень неудобно на поседневке съездить на такой тачке вы заработаете себе просто огромный геморрой у вас развалится нахер просто в крошке позвоночник сейчас мы выкатимся в город я уверен тачка привлечет все взгляды какие только сможет но есть еще одно но владея таким автомобилем помимо того что вы вкладываете в него просто космические бабки это прям охеренный насос для денег он прям сосет их из вас он будет жрать резину он будет жрать неистовый бензин он будет требовать постоянно какие-то запчасти все будет требовать что-то постоянно будет происходить но взамен взамен он будет отдавать блять такое количество эмоций вы просто оглохнете нахер это просто космос блять когда тапку ты в пол даешь это уходишь в точку захотел боком прошел любой поворот все что хочешь он все сделает он просто очень отзывчивый на руль на педаль газа если вам нужен комфорт из точки а в точку б тогда камри но если вы хотите блять хардос если вы прям хотите чтоб сел в тачку сел пассажир рядом в машину если эта девочка то она вся утеклась если это мальчик он весь пересрался блять эта тачка для вас просто также вы получаете ограниченное количество дороги в силу того что клиренс автомобиля крайне низкий и особо вы нигде не поездите потому что ну реально низко блять если вы не хотите разъебать просто всю пластиковую часть автомобиля то вы просто туда не поедете да ну вам и нахуй не нужно будет это же не джип чтоб куда-то лезть на самом деле можно говорить только хорошее тяжело сейчас сказать сидя в тачке потому что эмоции переполняют ну блять это же круто какому пацику не может понравиться такая тачка но это либо ты латентный гомосексуалист короче либо я хуй его знаю либо тебе нравится вон деоматис блять что принципе одно и то же мне кажется эта машина не может не нравится она прям говорит давай сучок поехали в нее садишься и начинает прямо в жопе играть вот это вот все поехали поносимся погоняем но единственное правда когда пересаживаешься на какую-то большую блять машину ты понимаешь что все-таки душа больше к ним лежит вот эту машину я бы имел просто как тачка выходного дня для отдыха знаешь вот перед друзьями короче форсануть сесть выехать по городу прохватить на ней разок сейчас короче мы будем через лежак перепрыгивать вот это блять вообще жопа по диагональке как она счихивает просто прям это музыка здесь есть магнитола я уверен что она еще поет и какие-то звуки издает но я ее специально не включаю потому что она нахер не нужно просто когда ешь ли аж блять мурашки по спине вот такие бегают просто автомобиль полностью по твоим контролем ты чувствуешь каждую кочечку каждую точечку чуть нажал на газ она поехала сколько ты на газ жмешь она так и будет наваливать у нее нету провалов затупков и прочего мгновенный отзыв нажал на газ форсунки сказали носил сука держись поехали вцепились и погнали рельсы сейчас вся боль еврейского народа передастся на мой позвоночник понеслись хардос на самом деле перепрыгивать через них я еду и уверен в этой тачке знаешь что ничего не отвалится пока что ну и резина единственного устала от резина может отвалиться а так а так все очень круто наказал если у тебя херовое настроение просто не знаю тебя в жизни все просто идет по звезде те грустно бросила девушка не знаю тебя выгнали из института еще что-то короче ну пиздец у тебя черная полоса не знаю ты задумался о голодных детях в африке блять на худой конец просто находишь какой-нибудь из ребят у которых есть такой автомобиль горишь пацаны блять что хотите сделаю резину куплю не знаю на последние без сдачи доширака не поем месяц но блять просто дайте прохватить кружок другой 15 минут вот этой терапии блять ты забываешь вообще обо всем просто обо всем все проблемы вся жопа все отметается бля я доволен как 100 китайцев вместе взятых сейчас просто после моего переезда поскольку я переехал за стою поэтому вместо моей морды выступает тема кстати не гоните на тему тема классный парень он молодец все у него получится он прям красавчик гонщик мотоциклист так что его сильно не хайте и не обижайте на тему выпусков как все это будет происходить немного отвлекусь пока по большей части будет тема потому что ну вот я просто не успеваю я тоже буду но реже поэтому еще с вами сука увидимся нахуй и нечего выделываться блять так что вот котятки все будет будет два ведущих возможно даже мы успеем с темой сделаем гимн совместки ах ты ж блять как по кочкам больно как по яйцам серпом прям так блять ах бля на ебать какая глёбая просто бомба блять сейчас будут короче еще одни рельсы я прям чувствую как это будет тяжело больно ну поехали ах сучка прям ух от создателей фильма не хотите ли обосраться пока разгоняюсь до сотки и ёпс где моя резина лиценская line turbo на мешалке что-то плохое рассказать язык не поворачивает но расскажу сука что делать основной минус и здесь два нет три резина бензин и бензин мне кажется даже третья делится в ровной степени еще вот такие владельцы автомобиля не просто красавцы вообще он бросил ключи грипп набери и же нормально она пусто говорит ты когда до сотки жрать будешь первая отсечка у тут у вторая отсечка у тут у и так до конца но дальше третье мы еще пока не разгонялись потому что блять дороги нету но смысле она кончается тут же бля ремни если короче не затягивать сильно тот нормально удобно не сидеть то есть их затянуть прям до дров прям спрашиваю как часто тебя тормозит дпс тормозят на самом деле несколько ради документов а сколько именно вот правда просто про тачку пора спрашивать спросить как чё где зачем почему откуда ноги растут техническая сторона сей красоты все до боли в заднице просто и элементарно мотор у нас стоит 25 турбо турбина почти штатная и делали в екатеринбурге помеяна короче горячка то есть она здесь стоит иная оригинальный hks сопелка фильтр нулевичок все покрашено тут типа skyline gtr крышечка облупилась немножко краска будут это пацаны и перекрасят потом ну пацаны хозяин автомобиля перекрасить ее потом не короче проверяли пайпинги всю эту херню давление и там почти 7 очков короче давили на нее сейчас на такие сразу 7 очков быть не может хуё моё может просто убираешь ограничения и поехали кататься и вот некоторые форсунки не выдержали повылетали к хуям и залили все бензином сей агрегат работает с пятиступенчатой жирные просто мощной коробкой мешалкой которая весь момент собственно передает на заваренный дифференциал да здесь стоит заварка поэтому когда едешь на каких-то маленьких скоростях или пытаешься припарковаться ебучий ветер то это как бы проблематично все то что подкусывает но зато прикольно да здесь уже было прикол хожу на самодельное крепление интеркулера все наварил из уголка все добротно собственно этом же крепеже короче висит интеркулеры бампер собственно классический стандартный корч который едет боком не боком как хочешь хочешь прям хочешь боком стоит еще раз порочка это обязательно прям как надо трасса короткая все прям высечено все сделано все как надо достаточно толстая то есть нет каких-то там провалов затыков бомбезный рядом с тишин прям пышет мощью жаром сейчас ехали угорали на ней очень клевая тачка правда тормозу ли она стоит четырех поршневые спереди суппорта покрашены в зеленый все как надо на них огромной буквой написано nissan сзади у нас стоят двух поршневые дисковые тормоза до усрачки и хватает просто до ядре не фене у тебя же не гидро ручник у тебя же обычный до обычный ручничок бля лючела бензобака нихера там как у то а где крышка будешь делать когда-нибудь да да надо нахуй не нужно на самом деле вот японские всякие нахлечки короче чё пиздеть на кататься а и и и Кончилось, блядь! Прям, блядь, в аккураток, тык-тык-тык-тык, она хлопнула, я развернулся, она все. Итак, что вы скажете о сегодняшних покатушках? Сопит, сука! Колеса беспощадно быстро, к сожалению, кончились. В общем, подводя итоги, в общем и целом. Мы сегодня просто погоняли, поугарали по фану на просто бомбической тачке, которую человек сделал своими руками в гараже. Невозможно сказать, что это было без особо каких-либо усилий. Да, это стоило не кислого геморроя и стыдых волос, но зато результат, который получился, он просто нереален, он просто крутый, прям, песня. Эта тачка мне очень понравилась. Она крайне редко выезжает на дороге. Эта машина прям используется по назначению. То есть тачка выходного дня. Выехал, жахнул и уехал. Мне кажется, так их и надо использовать. Короче, это была моя бородатая рожа. Да, я снова здесь. Не ссыте, еще увидимся. Это была 34-я скала. Единственный, наверное, симпатичный седан, который очень круто и бодро выглядит. Да. Все, что, смотрите, там подписоны. Красавчик! Ну, блядь, здесь все сломали сразу. И это покатилось. Э, кстати, поцарапали. Короче, клевый день прошел, а мы поехали за колесами, блядь.